Мусульмане и православные, духовенство, спортсмены и любители. На лыжне десятки нижнекамцев. Они встали на лыжи, чтобы показать свою сплоченность, продемонстрировать единый порыв. Задача этого мероприятия это значит восстановить то спокойствие, тот мир, который всегда был в нашем городе. И мы должны все вместе только можем победить вот это зло и нечестье. Именно на этой лыжне случилась трагедия. На прошлой неделе здесь зверски убили Гульшатка Тенкову. После этого база опустела, но жители города больше не боятся вставать на лыжи. Подозреваемый задержан. Жизнь продолжается и нужно дальше продолжить друг друга поддерживать во всех ситуациях. Не только в ситуациях, когда человеку хорошо, но и когда очень тяжело и сложно. Первый раз, конечно же, на лыжи было стать нелегко, но я бы не сказала, что сложно, но было нелегко. Но так как у меня есть замечательный папа, он меня, конечно же, научил и я буду в дальнейшем развивать катание. Заниматься спортом полезно. Решил поддержать эту акцию. Лису безопасно, не страшно, везде фонари горят. И люди тоже ездят. Сегодня на базе идут на все, чтобы ничего не напоминало о тех событиях. Во-первых, снесли ту постройку, в которой убийца прятал свою жертву. Во-вторых, открыты все трассы и заезды продолжаются. Как-то обезопасить или более просматриваемые участки сделать. Это есть в работе, сейчас уже находится. Это полностью освещенная дорожка, которая от 20-го микроэнда Красного Ключа, брусчатка. Убийство Гульшатко-Тенковой организаторы забега называют ужасным стечением обстоятельств. Оно потрясло каждого, но одновременно исплатило за мир и жизнь. Рамиль Шайдулин, Альбина Валеева, Евгений Лызаев, ТНВ, Нижнекамск.